Наталья Верняковская, председатель садово-некоммерческого товарищества «Лабиринт» в Уфимском районе. Женщина, как никто другой, понимает все проблемы, которые были озвучены на открывшемся в столице Башкирии форуме «Смарт-садовод». У нас проблема первая – это электричество. Это очень главная проблема, потому что, сейчас вот мы слушали, у нас нет долгов таких миллионных, мы боремся. Но сети на самом деле находятся в ужасном состоянии. 10 километров у нас алюминиевого провода, то есть у нас толбы поврежденные, искореженные, отколоты. Это все, дефектовку сделали, это все вакцировано, все. Единственное, что у нас новые трансформаторы, но нам не предоставятся возможности, например, в электросети Башкирские войти. Мы сами обслуживаем эти сами сети, свои. И мы сейчас создали, подали документы на приватизацию всех электричеств, всех садов. Кроме электричества в товариществе «Лабиринт» имеется и традиционная русская беда – плохая дорога. Казалось бы, путь до СНТ всего 2,5 километра, а проблем с обслуживанием предостаточно. Мы ее ремонтируем 33 года уже, получается. Хотелось бы, чтобы наш муниципалитет, глава или Уфимского, или Николай Васильевского, все-таки помогли нам вот именно материально и, естественно, с ресурсами, потому что у нас в основном пенсионеры, нос у нас небольшие годовые, поэтому хотелось бы, чтобы как-то помогли, потому что не дешевое удовольствие. Вот эти 2,5 километра, тут дороги делать. Как рассказал на открытии форума «Смарт-садовод» глава Башкирии Ради Хабиров, сейчас региональные власти будут обращать больше внимания на вопросы садоводства. Ну, первое, мы исходили из чего? Мы понимали, что нам нужна законодательная база. И вы знаете, 19-й год – это принятие закона республиканского о садоводчестве и огородничестве. Дальше целый ряд подзаконных актов. Очень важный документ мы разрабатывали. У нас не было юридических оснований для оказания поддержки вам из бюджета республики. Мы таковой порядок приняли. И таковой сейчас есть порядок предоставления поддержки, субсидирования ваших трат на инженерное обеспечение и так далее. Все это принято. То есть на данный момент, в принципе, мы какой-то костяк юридический для того, чтобы установить и оказывать поддержку вам, мы установили. Также, по словам Хабирова, в республике создадут коордиационный совет по делам садоводства. Причем этот орган должен быть в каждом муниципалитете. Также глава региона заявил, что в текущем году на электрификацию и восстановление дорог в СНТ выделят 100 миллионов рублей. 50 миллионов на восстановление и поддержку, соответственно, инфраструктуры, чтобы у вас электричество. В ваших садах было и второе на дороге 50 миллионов. Поэтому вот сейчас уже надо эти 50 миллионов выбирать. 50 миллионов на электричество подсчеток и 50 миллионов на дороге. На форуме присутствовали гости из Татарстана. Как рассказал председатель правления Союза садоводов Владимир Дайнекин, у соседей с финансированием все гораздо лучше. Однако он отметил, что в Башкирии сейчас только делают первые шаги в этом направлении. Я сравниваю сейчас вас и нас. Вы в самом начале пути. То, что вот у вас руководство обратило внимание на сады хорошо, но я чувствую по выступлениям, это где-то наши вот такие, ну, 15-16 годы. Вот мы уже прошли, нам каждый год правительство выделяет примерно около 700 миллионов рублей. 700. У вас очень много проблем таких, которые необходимо решить. Это можно решить и с помощью того, чтобы обращаться в Союз садоводов. И так как мы на одной земле практически находимся, мы к вам сегодня приехали, можно к нам обращаться, пускай обращаются к вам. Для каждого садовода его участок – это нечто большее, чем просто земля с рассадой и грядками. Сад для нас, как и для нее, это пища, это наша жизнь, потому что вот лично в моем саду выросли мои дети, муж построил этот дом. Дети с 4 лет и с 10 месяцев выросли в саду, поэтому, знаете, я за сад воюю. Дмитрий Сянников, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ. В Инорсе будет вся Россия. И не только Россия, но говорю еще раз, надеемся, что не только Россия. То, что здесь будут греметь соревнования всероссийского уровня. То есть здесь будут спортсмены выполнять мастеров спорта. Тут будут рождаться новые легенды грибного слалома. В начале этого года в Уфимском Инорсе началось строительство 250-метрового канала для грибного слалома. Он объединит озеро Теплое и реку Уфа. Из озера пройдет прямой канал и откроется шлюз в реку. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды. Этот комплекс будет уникальный. Он будет один, так скажем, единственный в Европе, где будет идти теплая вода. В целом планируем то, что у нас будут проходить сборы и соревнования различного уровня. То есть сборы, понятное дело, у нас вся Россия здесь будет тренироваться, потому что зимний период тоже будет функционировать этот комплекс. А соревнования мы сможем проводить и чемпионаты России, и всероссийские, и первенства. Большой спектр соревнований сможем проводить, потому что по характеристикам он проходит по всем стандартам. По словам директора школы, в Башкирии около 20 лет ждали и готовились к строительству такого комплекса. Наконец возведение началось. Причем с помощью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В принципе, можно сказать, с его подачи здесь все запустилось. Он координировал полностью проектирование строительства этого канала, потому что он как бы председатель попечительского совета Федерации грибного слалома России. И в целом Сергей Викторович большой любитель экстремальных сплавов. Он часто посещал горные реки республики Башкортостан. И надеемся, что когда-то получится у него сплавиться и на нашем канале. Сейчас в Уфимской школе Олимпийского резерва тренируется 91 спортсмен. Пока условия, по правде говоря, совсем не европейского уровня. Дети занимаются под мостом на сбросном канале, где мало водных препятствий. Поскольку приближается паводок, уровень воды поднимается и препятствий становится еще меньше. И даже, допустим, в субботу у нас будут соревнования. Мы готовимся к ним, а придем утром и вода будет совсем другая. Сложности больше в организации тренировок. Потому что ворота практически каждый раз приходится вешать заново. Вот сегодня нам уже третий день везет. И их никто не срезал, не оборвал, не нахулиганил. Мы пришли вовремя, начали тренировку. А так приходим, ворот нет, все заново, все долго, нудно. Если на улице холодно, то спортсмены, естественно, еще и мерзнут. Пока устанавливают трассу заново. Мы побывали на детской тренировке. Многие из учеников занимаются уже несколько лет. Причем начинают с раннего возраста. К нам Экрана Сергеевна пришла в школу и раздавали листовки. Я попросила маму записаться на греблю. Нас учили держать весло и как к десяти. Но мы тогда еще не выходили на воду. Сейчас я умею делать эскимос, умею делать завесы, рулевые, умею грести. Завесы это вот так. Это чтобы повернуть лодку. Эскимос это когда тебя вот так переворачивает на течении и ты можешь встать. Хочу стать профессиональным гребцом. Первый раз сел в лодку, было страшно. И только греб возле берега. И все, была моя тренировка. Бурная вода, переворачиваться, вставать, финишировать, на соревнованиях участвовать. Вот это все. Ученики школы ждут открытия комплекса. Ранее министр спорта Башкирии выразил надежду, что там будут готовить чемпионов Олимпийских игр. На последних Олимпийских играх наша представительница Республики Башкортостан, Алсу Миназова, была участницей Олимпийских игр в Токио. Выступила достаточно успешно для того, чтобы, ну, с учетом того, что она достаточно еще молода. Вот. Но мы надеемся, что к следующим Олимпийским играм наши спортсмены будут готовиться уже на этом спортивном объекте в Республике Башкортостан. Что касается следующих Олимпийских игр, то пока рано считать, что российская сборная примет в них участие. Но при этом директор школы не отчаивается и говорит, что мировой спорт потерял достойных соперников. Спорт должен быть вне политики. Но, я думаю, ничего страшного. У нас очень много друзей есть, которых, я думаю, мы будем приглашать на собственный старт. Вот у нас проходил чемпионат, да, грубо говоря, по биатлону, куда приехала сборная Беларуси. Было прекрасно, то есть, как бы, спортивный праздник, было много у нас зрителей, ну, прям шикарно было. Поэтому в Грибном славу, я думаю, то, что у нас появится, если Грибной канал, мы обязательно пригласим и белорусов, и сербов, то есть, всех наших, как бы, друзей, партнеров, спортсменов, которые составят конкуренцию нашим тоже спортсменам. Однако санкции все же могут повлиять на судьбу комплекса. Если строим материалы отечественного производства, то препятствия, создающие эффект бурления воды, родом из Англии. Это единственный производитель и поставщик. Но, по словам Артема Новикова, сейчас идут переговоры о начале тестирований. И, возможно, такие препятствия начнут производить и в России. Гоночные лодки сейчас производят у нас только иностранные компании, да, которые как раз-таки имеют сертификацию, и уже зарекомендовали себя на международной арене. Вот. Наш производитель производит тренировочные лодки, но для международной арены, как бы, они не совсем подходят. Тренировочные детские лодки, да, сейчас в основном у нас заказываются в Белоруссии. Производитель ВИТО, то есть белорусский производитель. Хорошего качества лодки, но вот именно для начальной подготовки, для учебно-тренировочного этапа. То есть для профессиональных гонок лодки производят у нас Словакия в основном, Литва, Польша и Португалия. Строительство первой очереди комплекса оценивается в 255 миллионов рублей. 250 из них выделят из федеральной казны в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». В октябре 2023-го строители построят русло Грибного канала, а далее перейдут к возведению административных зданий, таких как залы, эллинги для хранения лодок и гостиничный комплекс. Сдать сам объект, как и многие другие, хотят к юбилею Уфы в 2024 году. Эльнара Хасанова, Андрей Шуняев и Сергей Ямаев. Селеканал ЮТВ. Здраво, меня зовут Мирка Здравич. Согласно прошлогоднему опросу, проведенному РАН и в СОМ, 81% россиян гордятся своей страной, а чуть более половины уверенно смотрят в будущее. А чем же гордятся россияне в 2022 году? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Погнали. Вопрос такой, вы гордитесь Россией? Дайте я промолчу. Горжусь. Ну как не гордиться, это наш дом. Всеми нашими победами, что мы сделали хорошо для этого мира. Россия. Много сделали. Все, что мы делаем, это правильно. Вообще все? Все абсолютно. Кроме того, что войну выиграли, ничего в голову не лезет. Победа над фашизмом. Нет войны. Россия. С ним глава. Пока. Не надо вся. Объединение народов. Я, например, горжусь тем, что разные национальности как-то могут сосуществовать. Наш менталитет все-таки лучше, чем в других странах. Русские, они, в основном, они подходят с душой. Мне нравятся времена СССР. Прям за живое. Особенно музыка, кино. Люди были добрые, хорошие, доброжелательные. Сейчас люди не такие. Природой. Поскольку я учительницей являюсь, мне, конечно, больше всего горжусь нашей культурой и образованием. Очень много талантливых детей. Музыка громче, глаза закрыты. У вас большое будущее в музыке. Стали хуже или менее образованнее? Многие жалуются, но я не вижу. У вас умные, то есть? У меня умные, хорошие. Айти. То есть сфера услуг. Тех же госуслуг, по-моему, нигде в мире на таком же уровне не реализовано. Учеными горжусь, врачами горжусь. Потому что я самый медик. Ну, это наши поэты, прежде всего, и писатели, конечно, да. Может быть, конкретно есть какие-то люди? Юрий Гагарин. Я горжусь Юрием Гагарином. Ну, наверное, Гагарин, да. Увидел Льва Яшина, российского футболиста. Вот и ими двумя, как минимум, я горжусь. Лев Термен. Изобретатель Термен Вокса. Гуриев. Акунин. Президент России. Владимир Владимирович. А-а. Да. Президент. Ну, мудрый, умный. А президент России или вот республики? Ну, и России, и республики, конечно. То есть с обоими нам тоже повезло, получается? Да. Каждый день молюсь за него, чтобы у него все было хорошо. Бульвар Депо нравится, Брежнев, прикольный чувак. Нормально вы их объединили так, ну, рядышком. Ельцин, вот. Бульвар Депо. Фейс. Фейс, Ельцин. Ельцин и Брежнев. И Брежнев. Есть что-то такое за последние, ну, я не знаю, может, 5-10 лет что-то происходило, что вызывало вот у вас гордость в стране? Ну, даже не знаю. Я ничего такого не припоминаю. Ну, это так сразу нет, видишь, что, конечно, надо подумать. Нет, не было ничего такого, чтобы прям, ух, клево. А как было-то? Просто нормально было. Сходу так не скажешь. Слушаю, что из последних 10 лет, 5 лет меня здесь не было. А где, если не секрет, жили? В Японии. Можете рассказать? Ну, вот на контрасте как бы. Смотря в какой сфере сравнивать. Ну, есть. Пиво вкусное у нас. Поняли, вот, японцы. А есть кроме пива у нас какие-то вот, ну, плюсы? Ну, даже, не знаю, сложно сказать так, с наскоку. Ну, а пиво-то зато у нас лучше. Да, правильно, да. Прям взяли обратно себе. Прям гордость берет, что все-таки наш он. Наверное, концерты. Ну, спортсмены здесь лет что-то выиграли, там, хоккей, футбол. Ну, Евровидение вот нормальное было. Сочи, Олимпиада. Чемпионат мира провели по футболу. Чемпионат мира по футболу. В России, в Казани тоже было, в Москве. Я ходил на матчи, очень хороший матч был. Представьте, что вы попали во власть. Что бы вы, в первую очередь, изменили? В принципе, ничего не изменишь. Наверное, всегда страдают мирные люди во всех конфликтах больших дядек. Постарался бы как-нибудь повлиять на молодежь. Какие-нибудь проекты придумал, чтобы развивать молодежь. Чтобы тоже у них был какой-то патриотизм. То есть патриотизма все-таки не хватает у нас? Ну, мне кажется, да. Нужно больше, наверное, заниматься именно внутренней экономикой, внутренним проблемами. Я бы привлекал иностранных специалистов, чтобы они приезжали, чтобы им хотелось здесь жить и работать на благо нашей страны. Инвестиции не в денежном эквиваленте, а именно в идею мозгового эквивалента. Не хватает поддержки со стороны государства и медицины. Из-за коррупции все в разрухе находится. Постарался улучшить жизнь пенсионеров. Сейчас вот жить на 14,5 тысячи, унизительно даже. Я педагог. Работающим не повышают, это тоже. О плохом не будем говорить. Ну, это вот я думаю, мы думаем, что это все исправимо, скоро все будет. В общем, в целом-то гордитесь. Да, гордитесь. Ну, это все. Меня зовут Мир Каздравич. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова